Всем привет! Снова выходные у нас. Долго думал, чтобы вам записать интересное на этих выходных. Я вспомнил, что я был в одном очень интересном месте в прошлом году. Оно называется Battleship Cove. Оно находится в штате Массачусетс. В переводе оно означает «бухта для военных кораблей со Второй мировой войны». И вот так. И я решил поехать. Оно находится в часу от моего дома. Сейчас еду туда и покажу вам. Там, значит, есть одна подводная лодка со Второй мировой войны. Американская, конечно же. И еще два других корабля. По-моему, один называется USS Massachusetts и один JFK, то есть Kennedy. Названный именем Kennedy. Ну вот так. Держим путь туда. И скоро доедем, и я вам все покажу. Оставайтесь со мной. Вот и я доехал. Немножко издалека покажу вам, куда мы приехали. Вот, значит, наш первый корабль. Это Джон Ф. Кеннеди. Ракетоносец. А там у нас слева корабль, который называется Battleship Massachusetts. Вот он. Мы, значит, находимся... Секунду, я вам покажу. У меня тут руки заняты. Вот, значит, слева тут мы. Перед нами, значит, вот он, Destroyer Джона Ф. Кеннеди. И вот там вдалеке в углу Battleship Massachusetts. А еще тут есть вот эта подводная лодка, субмарина, которая называется Lionfish. Давайте пойдем и взглянем на их. Ребята, первый объект, значит, у нас военный флот под названием USS Massachusetts. Во-первых, он 39-го года. И он участвовал в боях в 41-м, когда Америка вела свои войска и помогала правительству Франции войти в Северную Африку. И он участвовал в боях возле Касабланки и еще в операции под названием «Факел» в 41-х годах. Вот он сейчас, значит. Пойдем внутрь, взглянем на него. Вот тут я уже вижу пару таких пулеметов установленных. Давайте взглянем на них. Вы только взгляните на это. Если честно скажу, до сих пор такое впечатление, что тут чувствуется прям запах пороха. Масштабы просто удивляют. Кто вообще делал проект, как его рисовали, как его планировали, как все это сводят вместе, как строят таких гигантов. И это еще старый, он в 42-м, в 39-м его построили. Вы представляете, насколько сейчас они изменились? И в нынешние дни они просто технологии, добавленные на это все. Даже не посчитать, сколько на нем оружий. Вот, значит, нарисована тут эта оружейная башня с тремя этими головками. И вот тут они хранились. Вот эти, кстати, вот тут у них представлен один экземпляр этой бомбочки. Которая хранилась снизу, справа, и потом она поднималась вот так по этому левелу. И эта башня могла стрелять одновременно из всех трех. Так, давайте спустимся вниз, посмотрим, что у нас. Вот здесь, значит, была кухня, как мы видим. Вот представлены разные такие блюда, чем питались солдаты. Там стоит манекен шеф-повара. Такой отдельный городок сам по себе на воде. Так, что у нас тут? Какая-то непонятная комнатка с одной кроватью. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь, по-моему, видно, что сидел... Может, комната связи была? Вот тут разные, значит, наушники. Печатная вот эта машинка, телефон. Вот еще один склад. Вон там мы видим картошка, огурцы. Тут хранились, значит, наверное, припасы еды. Запасы еды. Так, вот еще один. Назовем его большой зал. Тоже для отдыха. Солдаты тут отдыхали, спали. Пока их смену заменяли. Вот еще одна комнатка, там он, печатная машинка. Здесь, наверное, печатались, по-моему, ну да, вот письма для военных. Вот написано playoffice, где именно военные посылали письма своим родным и близким. Смотрите, как интересно, сколько тут проходов. Один, два, три. Такое впечатление, что я нахожусь в зеркальной какой-то комнате. Четыре, пять. И снова мы пришли в какую-то комнату отдыха или отсек, где солдаты отдыхали. Вау. Не могу представить, сколько времени, наверное, нужно было солдатам, чтобы разобраться с локациями и запомнить все это. Ну, наверное, ко всему привыкаешь и запоминаешь. Так, давайте пойдем туда. Так, вот, значит, сверху мы спустились еще на один левел вниз. Куда вон еще лестница уходит. Давайте посмотрим еще тут, что у нас. Так, тут не очень легко идти. Что здесь у нас? Такая комнатка. Если честно, не знаю, для чего это. Такая камера, где, наверное, контролируется там давление в разных помпах, что ли, не знаю. Вот тут очень много электроники. Электроники. Не знаю, не написано, что это за комната, если честно. Вот написано Physical exam. И здесь Здесь сидели доктора, которые проверяли солдат на здоровье. А тут вот комната написана в госпитале. Вот операционная. Тоже манекен. И вот тут две такие комнаты. Тут написано кухня. А тут, значит, написано комната стерилизации, где, наверное, они все операционные инструменты тут стерилизовали. Видно, вот кипятили как-то. Вот так. Мы находимся, по-моему, на самом низу корабля. Что пойдем дальше, посмотрим, что еще там есть. Да, вот это медицинская такая больничная кровать. Назовем ее так. Тут, наверное, солдаты с ранением их лечили. Так, ребятки, вот одна комната связи. Вот это уж точно комната связи. Посмотрите, сколько тут вообще телефонов разных. Печатное. Здесь, наверное, они получали разные приказы солдаты. Вот с этой стороны тоже. Печатное разное оборудование. Наушники. Так, ребят, спускаемся еще на один уровень вниз. Мне кажется, это уже самый-самый низкий уровень на этом гигантском флоту. Не, не, снова я ошибся. Вон туда еще идет. И так. Написано, ренч-кейпер-комната, это, значит, прицельная комната, где рассчитывали дальность стрельбы и дистанцию и точку, куда стрелять и целиться. Ребят, здесь, значит, находится пекарня. Пекарня, пекарня. Здесь, наверное, пекли хлеб. Вот это все в духовке. Надеюсь, вам видно, и тут не очень темно. Вот такая вот пекарня гигантская, чтобы обеспечить персонал с размером 2000 человек. Вот еще одна кухня. Омлетик, бекончик. Все как надо по-американски. Вот тут такая, назовем ее барная стойка, где солдаты сидели и питались. Ну что, ребятки, вот вам и гигантский корабль. УСС Массачусет. Я бы туда поднялся наверх тоже, но, к сожалению, там все закрыто, не пускают. Может, реставрируют. Хотелось бы взглянуть, что там наверху тоже. Ну что, давайте поменяем немного вид и пойдем, не знаю, который из них. По-моему, вон тот, Джон Ф. Кеннеди, тот открыт, и вон там как раз маленькая субмарина. Так, вот он, значит, военный корабль под названием «Джон Кеннеди», который принимал участие в блокаде Кубы в годы Холодной войны. Давайте прямо отсюда и зайдем. Конечно, масштабы... Как тут жарко. Конечно же, масштабы не такие гигантские. После корабля «Массачусетс», который самый большой был из всех этих четырех на этой выставке. Но все равно, давайте посмотрим, что тут у нас интересного. Пока что не вижу. Так, тут такая комната. Знак памяти всех солдат и всех, кто служил. Двигаемся дальше. По-моему, именно вот на первом этаже не очень. Так, тут такая комната. Печатная машинка. Может, тоже, наверное. Почта. Офис, да, почтовый офис, написано. Наверху. Карта мира. Так, значит, сейчас мы находимся вот примерно вот тут. Город Фолл Ривер, штат Массачусетс на восточном побережье США. Что тут у нас? Комната электроники написано. Наверное, какая-то комната радиосвязи здесь была. Двигаемся дальше. Так, инженерная комната. Вернее, департмент. О, тут даже есть, посмотрите, лаборатория. Здесь, значит, тестировали, написано, oil and water test. То есть, здесь вода и нефть. Тестировалось, не знаю, для каких целей. Ну, вот так. Это, значит, медицинская комната. Операционная, наверное. Да, операционная комната. Вон, как раз там, по-моему, да, медицинская книжка. Здесь, значит, офис писем, где солдаты посылали и получали письма. Просто какой-то офис такой. Стиральная. Здесь, значит, кухня. Еще одна маленькая кухонька. Так, это комната офицеров. Надеюсь, вам видно. Тоже такой зал поэлегантней. Где кушали офицеры. Так, ребят, спустился. Я на один левел ниже. Здесь вот мы видим, значит, наверное, буфет был. Да. Буфет для солдат, где они кушали. Значит, столы, стулья. Что еще у нас тут? Нарды играли. Что здесь у нас? Так, это выход наверх. Нам туда не нужно. Давайте пойдем на эту сторону, посмотрим, что у нас здесь. Значит, тут у нас кафетерия, назовем ее так. Здесь тоже кафетерия. Комната связи. Ребят, взгляните на угол этой лестницы. Почти 90 градусов. Так, давайте поднимемся сюда, посмотрим, что у нас здесь. Так, давайте поднимемся сюда, посмотрим, что у нас здесь. Вот. Не знаю, честно говоря, что это. Вот одна такая торпеда. Здесь представлена. Может, здесь тоже хранились эти торпеды именно с вертушкой. Да. Не буду с ней играть, мало ли. Мало ли ее не опустошили. Сейчас пойдем, значит, посмотрим, там у нас осталась одна субмарина и еще последний немецкий корабль, восточно-немецкий. Он называется, если я правильно произношу, Heidensee. Так, ребят, значит, подходим к этой субмарине. Написано было, что она была на патруле два раза всего за все свое время службы у берегов Японии. Уничтожила она один японский корабль и еще участвовала в военных, значит, тренировках с НАТО. И вот так. То есть, особо она в военных действиях не была, только два раза патрулировала возле берегов Японии в годы Второй мировой. И вот так. Сейчас спустимся, значит, посмотрим, как тут, что тут. Так, сразу нам в глаз попадаются две гигантские торпеды, просто страшные. Значит, одна с этой стороны, а вот и вторая, конечно же, они уже все разобраны, просто так оставлены. Вот тут написано сверху, торпеду РУМ. Очень-очень тут тесно, посмотрите. От левой до правой стены, прямом смысле словно, раз, два, три, где-то четыре метра ширина. И в такой ширине просто солдаты как-то, смотрите, что тут, как-то справлялись, видно. Служили. Ну, ребят, тут уже очень стрёмно, если честно. Все так давит. А, вот, кстати, еще две снизу, я не заметил сразу. Четыре торпеды. Подводная лодка. Подводный корабль Lionfish. Американский. Времен Второй мировой. Ребят, давайте для вида попробуем сюда зайти, посмотрим, как вообще тут солдаты передвигались. Примерно вот так, наверное. Ну, это ужасно. Тут я бы уже остался без головы, столько бы стукался, если бы я служил здесь. Так, ну что, двигаемся дальше. Посмотрим, что у нас здесь. Так, какие-то здесь, значит, рычаги. Написано для чего? Maneuvering Room. То есть, отсюда управлялся, наверное, корабль, рычаги, чтобы поворачивать. Вы посмотрите на этот туалет. Да. А мы жалуемся, что все плохо. Вот здесь вообще не место для кластрофоба. Смотрите, как тут узенько. Это просто зашибись. Давайте я поставлю камеру, чтобы примерно... Куда ее можно тут положить? Чтобы вы примерно представили, как же тут узенько. Тут разные такие аппаратуры. Смотрите, я даже... Мои плечи просто не помещаются. И вот в таких условиях солдатам приходилось служить. Еще одна узенькая дверца, которая входит. Как в мультике Винни-Пуха входит и выходит. Так. Что тут? Производство Чикаго. Ну, я не знаю, правда, что это. Тут торпеды хранились или тут какие-то... А, тут, по-моему, бошли и клапаны. Кандишка работает. Снова какие-то разные измерительные оборудования. Вот еще. Кстати, вот тут такая фигня. Что тут накрутилось, что-то тут делало. Сначала я думал, тут телескоп, но что-то я не наблюдаю здесь телескопа. Вот, кстати, с этой стороны тоже еще одна. Power. Что-то там открывалось. Еще одна узенькая дверца. Короче, толстеньким людям тут бы не служилось. Спокойно. Еще одна такая комната. Тоже не знаю для чего. Ну что, ребятки, увидели мы, значит, эту маленькую субмарину тоже. Года второй мировой. Остался последний наш корабль. Этот немец. Назовем его так, восточный. Такая комнатка. Ребятки, очень-очень душно. Ради вас спущусь туда. Давайте эту GoPro вторую поставим сюда с водой. Вряд ли. Тут есть дикари такие же, как я, которые в такую духоту спускаются сюда. Сюда. Ой. Так. Так. Что тут написано? Тарантул класс. Миссайл. Проходим мимо кухни. Такая какая-то комната. Не знаю, что тут. О, душевая, кстати. Трап. Туалет. Да. Что тут еще? Ага. Такая вот комнатка. Все. Этот единственный этаж. Что-то я не понял. И вот так. Сегодня вот такой у нас был интересный день. Мы увидели три корабля, одну субмарину. А оставайтесь со мной. У меня очень-очень много интересных идей, которые я пытаюсь воплотить в реальность. И скоро они все будут на подходе у меня на канале. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. До скорых встреч. Пока-пока.